Одно из центральных событий этого дня – открытие музея морской славы, город-крепость, город-порт, город-морской славы. Кронштадт очень ждал открытия этого пространства, которое вошло в кластер туристко-рекреационный остров Фартов. И на открытие побывал наш коллега, корреспондент Андрей Яковлев. Ему слово. Добрый вечер. На прямой связи город воинской славы Кронштадт. Город с огромным героическим военным морским прошлым. Неудивительно, что здесь очень много достопримечательностей, связанных с морской службой. Мы в самом большом историческом парке города – остров Фартов. Он появился сравнительно недавно, в 2019 году, но интерес к нему велик. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов и гостей со всей страны. Более того, каждый день военно-морского флота, его территория вдоль Каботажной гавани, увеличивается в несколько раз. И этот день не стал исключением. Сегодня здесь торжественно открыли музей военно-морской славы. О том, что он собой представляет и что совсем скоро увидят кронштадтцы и гости города, расскажет экскурсовод Светлана Комзарева. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, в экспозиции музейного пространства можно представить и увидеть все развитие военного морского флота России, начиная от Древней Руси и до сегодняшнего дня. Какие, на ваш взгляд, самые интересные экспонаты? Самые интересные экспонаты – это, конечно, драккар, подолазные ботинки, мины, вооружение, кортики, морские шпаги. Настолько захватывает дух от количества и от качества экспонатов. Я не могу передать словами. Это лучший действительно музей военно-морской славы. Гости музея наконец-то увидят подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Это первая атомная подводная лодка, которая была создана в Советском Союзе. Лодка занимает центральное место в музее. Она находится посередине музея. И в будущем, в следующем году, будет открыта экспозиция. Также внутри лодки можно будет в нее пройти и ознакомиться с внутренним миром первой нашей атомной подводной лодки. Большое спасибо, Светлана. Я напомню, что сегодня в Кронштадте состоялось официальное открытие музея военно-морской славы. Музей, который поражает своими масштабами, уже завтра его смогут посетить жители Кронштадта и гости города. Ну а тем временем эфир на телеканале «Санкт-Петербург» продолжается. Я напомню, сегодня он посвящен дню военно-морского флота.